в этом видео у нас будет ритуал если сделано свеча за упокой для живых или заказана панихида для живых такое случается и достаточно часто этот ритуал я готовила и проделывала более четырех месяцев потому что это достаточно сложная вещь и кроме того нужно было дождаться определенного времени когда этот ритуал можно было бы завершить и знаете это для меня было так долго и то столько всего случилось что мне кажется что можно было бы снять целый художественный фильм как я делала это все итак первое после медитации я поняла что должно быть сделано я должна прийти на территорию храма и встать спиной к той стене храма где повешенные иконы святых то есть спиной к алтарю но снаружи храма внутри храма ни в коем случае нельзя вставать спиной к алтарю но снаружи мы можем это сделать кроме того я должна взять зеркало и как бы отразиться в нем селфи себя и купола храма вместе с крестами как бы чтобы в тот мир был определенный за зеркальем и вот после этого я должна была сказать что все что мне сделано уходит за зеркали в другой мир все что мне сделано в храме значит это отменяется ну понятно не мне это вам но как бы я на месте каждого из вас поэтому я говорю мне после этого нужно пойти в храм и зажечь на том алтаре где ставят свечи за упокой свечу но сначала я зажигаю как бы как будто бы я ставлю за упокой но потом тушу переворачиваю зажигаю с обратной стороны и как бы переворачивая как бы отменяю делаю наоборот и так я ставлю три свечи при этом время которое должно было быть это время как раз когда у нас неделя пасхальная идет когда все время в храме говорят что иисус воскрес иисус воскрес и вот как иисус воскрес таки я воскресаю после того как мне сделали за покой я как бы умираю но в то же время я воскресаю и вот когда я работаю со свечой на алтаре я как бы ставлю себе же там свечу вроде как за упокой но за покой той которая умерла а сейчас я родилась заново и дальше живу уже новые обновленные и может быть даже спасибо тем кто сделал такую мне вещь чтобы я могла умереть та которая была больная та которая была неудачница та которая была там не успешная некрасивая еще что-то и теперь я рождаюсь заново то есть этот ритуал он достаточно мощно работает в принципе вообще на обновление то есть бог с ним я умру та которая была вчера но я родилась та которая сегодня сегодня у меня все получится и вот и дождалась такого момента когда можно было начать работать мне это пришло в медитации я делаю медитации каждый день и думаю когда что я буду делать какую работу проводить это тоже идет в медитации и вот я пошла здравствуйте мои дорогие мы находимся на территории храма эта стена как раз находится за алтарем то есть это спина алтаря как бы с обратной стороны и вот так символично зазвенели храма колокола давайте послушаем их как всегда все что делается делается по воле божьим всякий грех который сделан на территории храма для меня обнуляется всякий грех который сделан на территории все наоборот все наоборот все что сделано будет наоборот первое на что я обратила внимание это на шкатулку которую я раньше не замечала и я пошла к ней в храме и вот что я увидела после этого я захотела поставить там свечу но рядом с этой шкатулкой не было огня то есть свечи не было и зажжены и я пошла к другому месту где сделала огонек на свечу пока я шла и уже практически подошла огонек погас я вернулась и снова взяла огонь свечи и снова понесла у меня есть такая привычка я капаю сначала немножко воска в подсвечник а потом ставлю туда свечу чтобы она стояла ровно но вот что произошло в этот момент для меня это было удивительно потому что в других церквях я потом специально наблюдала и таких претензий никто не предъявлял и я подумала что это знак на самом деле это действительно знак когда женщина больше так не делайте как будто испытание как будто мне говорят уйди отсюда и не делай этот ритуал но я продолжила свою работу я здесь поставила три свечи и и дальше я пошла туда где ставят свечи за упокой там вы можете увидеть молитву которую делают я сейчас ее вам прочитаю как я делала как наоборот наоборот Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, так вот случилось после первого храма. После первого храма немножко у меня из носа пошла кровь, и я подумала, что это как раз знак, что чистка пошла, и очень мощная пошла чистка, и очень мощная работа. После этого я поняла, что мне нужно место, где мне хочется отдохнуть, и как раз по пути между первым и вторым храмом я зашла в католическую церковь, точнее не в саму церковь, а на территорию. И знаете что? Я подумала, что на территории католической церкви, там, по крайней мере, где я была, никогда не делались такие ритуалы, которые несли бы вред кому-то. Может быть, потому что там нет ни икон, ни свечей, ничего подобного, что могло бы привести людей к такой мысли что-то сделать плохое. Но где бы ни был Бог, он везде Бог. Поэтому я не разделяю христианскую церковь на части. Бог один, и поэтому, когда я успокоилась на территории храма католического, я пошла дальше. Это центральный большой храм. Центральная большая церковь, и здесь у меня начались маленькие препятствия. Я не сразу могла подойти к стене. Получилось, что я не на территории храма, но все же я сделала ритуал. Обратная сторона другого храма. Как только я сюда пришла, опять из-за меня ликого храма. Так то, что сделано в храме. Для меня грешного, то обнуляется. Как то, что сделано в храме. На меня. Все обнуляется. То, что сделано в храме для меня. Грешного. Все обнуляется. Потом, когда я была в храме, там было столько народу. Там были люди с фотоаппаратами, видеокамерами. Прямо какое-то шоу, телешоу началось. Я ничего не понимаю, потому что я не смотрела никаких новостей. Не знала, что там может происходить. Буквально тут же с утра в другом храме было достаточно тихо. И здесь получилось, что я не смогла даже подойти к тому столу, где нужно было поставить свечи. Я сначала переживала, что почему, что происходит. И именно здесь я поняла, почему. Я сейчас покажу просто тот кусочек, мы посмотрим, который, что там происходило. В котором то, что происходило. И это даже было больше, чем если бы я ставила свечи. Я поняла, что на самом деле, вначале я думала, что будет всего один храм. Потом у меня пошло, что надо зайти вот в этот храм. Но здесь не получилось поставить свечи. Я думала, ну ладно, может быть, тогда надо по-другому это все. То есть в данном случае, когда идет ритуал, работаю не я совсем. Я не работаю своей головой. Я скорее посредник, мной что-то делают. Меня ведут, меня туда отводят, где должно быть и как должно быть. И только во время того, как там что-то происходит, я начинаю понимать, почему я здесь, почему я сюда попала. Что здесь такого важного? Я говорю, что это такое, что я здесь, почему я здесь, почему я здесь, почему я здесь, почему я здесь. Как Иисус воскрес, так и я воскрес. Как Иисус воскрес, так и я воскрес, но после того, как мне сделали на смерть. Как Иисус воскрес, так и я воскрес, но после того, как мне сделали свечу за упокой, как мы по них и успели. Как Иисус воскрес, так и я воскрес. Спасибо. Я пришла тут воскрес, какой дым черный. Вот так вот вера им смерть, пожелание смерти в церкви убираем. Как и я воскрес. 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 Продолжение следует... 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 Прошли ли мы меня отправили? Уходите. Воистину воскресенье! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Каждый раз были какие-то знаки, что процесс идёт, процесс идёт, всё не просто так. Но всё-таки я чувствовала, что нужно дальше идти. Думаю, может быть, семь. И оказалось пять. Почему мы рассмотрим дальше? И так через день у меня продолжились походы в храмы. Как мне в храме на смерть сделано, так всё это отменяется. Как мне в храме всё на смерть сделано, так переход отменяется. Обнуляется, отменяется. Как мы смерть сделаем? За упокой поставлено, и всё отменяется, обменяется. Спасибо. Понравились. Вот скажите, пожалуйста, что возможности. Хоть вы зашли, я буду пробудивать, это прям зацепает. Да, так я вам сейчас ещё такой вопрос задам сложный. А если, как говорили, понятия не слишком поставили за упокой животного, то как вообще с этим, ну, что-то начинали? Ну, я просто, ну, встречала такие вещи. И вопрос в том, что с этим делать, как это исправить, потому что человек начинает болеть очень сильно. Это, во-первых, молитва к матушке, к Господу Вседержителю, о том, что у нас есть молитва разная на всякую требу. Ну, посмотрите, что-то такое случится. Мне тоже заходил мужчина, когда я там помогала, и он говорит, я хочу, куда мне поставить свечку, чтобы человек, если человек умер. Я говорю, ну, вот здесь его упокоение ставят, он говорит, нет. Он живой, но я хочу, чтобы он умер. Вот, я говорю, ведь делаю, ты очень много делаю. Я говорю, что это самое, вы как это, вы взрослый человек, вы о чём вы? Это же вы берёте на себя ужасный великий грех. Да. А он говорит, ну, вот я вот, его поставьте наоборот, если вы с этим человеком поссорились, либо как-то у вас враги. Наоборот, о здравии поставьте этому человеку. И он, и попросите Господа, чтобы отношения ваши изменились. Матушка Тихвинская, вот у неё производят взаимоотношения, вот, и вот, юридически, как-то, как-то, как-то. Вот так? Ага. Она, знаете, она в храме, мне обредили прямо вот, неконастацию у меня обредили, она в самом углу. У меня была такая вот. Лукова. У меня есть где-то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лицом на восток, спиной к алтарю, лицом к Богу, спиной к храму Все, что сделали мне в храме грешного на смерть, обнуляется Все, что сделали мне грешного на смерть в храме, уходит в зазеркалье Уходит в зазеркалье Живое, мертвую смерть Я в знаки, вот верю все время в знаки, и вот я вижу пять конфет здесь, около храма Пять конфет у меня в кармане, пять конфет здесь лежит, пять храмов надо пройти Почему пять? Я посмотрю, что означает число пять Продолжение следует... 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 Лицом на восток, лицом к Богу, спиной к алтарю, в зеркальном отражении Какой грех мне сделали в храме на смерть, обнуляется Зеркальная поверхность уходит, а я стою лицом к Богу на восток И начинаю жизнь сначала И вот теперь мне стало спокойнее Пять храмов пройдено, на душе спокойствие, ритуал закончен Это не кино, это наяву Знаки кругом Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Продолжение следует...